Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и канал Лёша Играет. Кстати, подписывайтесь. И ещё одно видео сетевого боя из XCOM. Всё, не могу я успокоиться. Но мне нравится находить разные комбинации, придумывать разные стратегии, ну и, конечно, делиться с вами. Ради чего ж я делаю все эти видео. Кстати, вы в комментариях тоже рассказываете, какие вы придумали стратегии для сетевых боёв в XCOM. Так вот, эта стратегия у нас основана на двух сектоидах-командирах. Плюс один обычный сектоид и кресолит. В чём прелесть двух сектоидов-командиров? Они берут под контроль разум чужих бойцов. То есть, считайте, что мы воюем с соперником его же бойцами. Значит, идея стратегии – разведать быстро, какие есть бойцы у вашего соперника и взять их под контроль. Вот кресолида я взял именно потому, что это очень быстрый юнит. Видите, насколько он далеко может двигаться за один свой ход. И поэтому он быстро открывает чужих юнитов. Но вот сейчас я уже думаю, что лучше вместо кресолида, который стоит 3000 очков, брать двух летунов. Они дешевле. И у них есть такая замечательная способность, что они могут прилететь на любую клетку на карте. И вы сразу... Ну, вы, конечно, потеряете своего летуна, потому что его убьют. Но зато вы будете знать, какие юниты есть у соперника. Кресолит, он, конечно, хорош тем, что он откладывает яйца в юнитов соперника. Но лично у меня в сетевой игре этого сделать не получилось ни разу. Правда, у него вот много очков здоровья, поэтому его с одного выстрела убивают, пожалуй, только снайперы. И он может вот исследовать территорию. Но еще он отравляет соперника. Но все-таки слишком уж дорог он для разведки. Вот видите, кстати, я нарвался на боеготовность бойца. Но зато я вижу, что вот как минимум один юнит есть у моего соперника. По-моему, это тяжелая пехота, если я ничего не путаю. И сектоид. Видимо, у него еще будет один юнит. Ну, в плане боец какой-то. Либо штурмовик, либо снайпер. Но я думаю, скорее штурмовик. Значит, идея стратегии в том, чтобы пока не подставлять своих командиров сектоидов. И вообще желательно, ну, одного засветить когда-нибудь. Потому что ваши соперники вряд ли будут ожидать, что у вас два командира сектоида. То есть, когда вы возьмете под контроль разум одним сектоидом, ваш соперник расслабится, будет пытаться этого сектоида убить. Потому что вы же помните, что если убиваешь сектоида, который взял под контроль разум вашего бойца, то этот контроль уходит. И вы можете опять этим бойцом ходить. Видите, я убрал пока крисолиды. Не хочу, чтобы его убивали. Нам он еще понадобится для того, чтобы, например, разрядить того бойца, который в режиме боеготовности стоит. Пускай его лучше таким образом убьют. И тогда можно будет подбежать нашим командирам-сектоидам и взять разум чужого бойца под контроль. Так. Ну что, где они? А, вот и второй боец появился. Значит, он обходил, видите, с левого фланга наших юнитов. Так, ну, я вот не знаю, видит он всех моих командиров-сектоидов? По-моему, он не должен их видеть. То есть, он одного. То есть, сектоида вот этого, обычного сектоида он точно видит, а остальных командиров-сектоидов, наверное... Блин, а может и видит? Тогда плохо. Тогда, видите, раскрыл он мою тактику, но он все равно еще не знает, как против нее бороться. Так, значит, сначала я пододвигаю сектоида Савелия, ну, двигаюсь им, чтобы разрядить боеготовность этого бойца. Кстати, кто это? А, это штурмовик с дробовиком. Ну, замечательно. Все. А, еще одна прелесть сектоидов-командиров, почему их стоит брать? У них еще есть инопланетные гранаты. И вот сейчас я, к сожалению... Сейчас вы увидите, что я попытаюсь взять разум этого штурмовика под контроль, но окажется, что всего 5%. То есть, он, видимо, с защитой от псионического контроля бегает. Поэтому мы его закидаем двумя гранатами Феофана и Федора, моих сектоидов-командиров. Каждая граната дает 5 урона, а видите, у него очков здоровья 14. Но он все равно умрет, потому что взорвется машина. Вот смотрите. Когда вы первой гранатой кидаете, она начинает гореть, и соперник получает 5 единиц урона. А когда вы второй гранатой еще кинете, он еще получит 5 единиц урона, и машины взорвутся. И он еще от взрыва машин получит полный урон, от которого он умрет. Но так как это штурмовик, у него способность такая не умирать, а впадать в кому, типа, чтобы его можно было оживить потом аптечкой. Но вряд ли у кого-то из других юнитов моего соперника есть эта аптечка, и можно считать, что мы его убили. Ну а обычного сектоида ставлено подавление к тому сектоиду. Все, у него, видите, остался еще один юнит. Вот не знаю, тяжелая эта пехота у него или штурмовик, но явно не снайпер. Мне надо его взять... О, тяжелая пехота. Видите, он зафигачил ракетницей. По нам убил моего сектоида и ранил сектоидов-командиров Федора и Феофана, а Савелия и Покеда. О, еще один у него сектоид. Ну, в общем, теперь главное следующим ходом взять под контроль разум его тяжелой пехоты. Сектоиды, даже если попадают по моим сектоидам-командирам, они их убить вряд ли смогут, потому что для этого им надо критически попасть. То есть, чтобы 4 очка здоровья отнялось. А так их попадание отнимает 3 очка здоровья. Вот видите, у него оба сектоиды промахнулись, потому что это самые кривые юниты в этой игре. Самые... меньше всего попадают и так далее. Так, вот я к Крисею хочу подойти, чтобы увидеть его тяжелую пехоту. Так, где он? А, не вижу я его, к сожалению. Ну, я представляю, что он там вот за кустами теми находится, поэтому я... Так, блин, не видно, плохо. Как же его подконтролить? Как же его увидеть-то? Придется вторым подходить и... Да, ну, чтобы под прикрытием было бы, потому что... Вот, наконец-то я его увидел. Я думаю, о, 100% контроль над... А, 75%, все-таки это 100% так с сектоидами. Но чаще всего ваши командиры-сектоиды берут контроль. Хотя у меня была игра одна. Я играл против соперника, у которого были снайпер, штурмовик и тяжелая пехота. И я своими двумя командирами-сектоидами при вероятности 95%... 95% не смог взять под контроль юнитов соперника. И, соответственно, проиграл, потому что... Если... Ну, эта стратегия подразумевает то, что вы берете юнитов соперника под контроль и воюете ими. Так ваши сектоиды-командиры не очень сильны. Ну, в этой игре я уже победил. То есть у него один... Одна вероятность, что вот сейчас он сектоидом попадет по полностью закрытому моему командиру-сектоиду критическим выстрелам. Но это... Это просто ему должна быть очень-очень удача сопутствовать. А здесь все-таки больше тактика. Слава богу, в этой игре здесь удача... Ну... Снижена вероятность всяких рандомных штук. Ну и все, я победил. Убиваю его сектоида крысей. Все, спасибо за внимание. Играйте в умные игры. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Играйте. Играйте.